СТРЕЛЬБУ 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 Это, в принципе, наша земля, и там живут наши люди, которых мы должны освободить от этого тупого, но тем не менее серьезного нацизма. Как говорят китайцы, прежде чем идти куда-то разбираться, наводить порядок, посмотри три раза на свой дом. Вы не смогли навести порядок? В своей стране. А если человек не может в своей стране навести порядок, а в другой стране наведет, каким образом? Землю ее сравнят. Культ победобесия, в самых уродливых формах насаждаемый в России минувшие два десятилетия, теперь вылазит боком абсолютно для каждого россиянина. После 24 февраля страна в ускоренном режиме проходит все возможные ступени деградации. Да ладно, это же военкомат наш. Город Черкесск. Траектория падения беспрецедентна для мировой истории. Какой-то коллективный суицид, который по разнарядке спустили сверху. Некогда бравурные ура-патриотические призывы «можем повторить, и мы еще ничего не начинали» переродились в пугало для глубинного народа. В заправду материализовались путинские слова «в России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война». Только отныне в этой формуле появляется новая переменная – опаляющая спецабасрация. Диктаторский режим решил всех повязать преступлением имперской войны, чтобы каждый отдал свою жертву в общий котел военных преступлений. Уверен, что преданные своей стороне солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Я так честно скажу, вложил на вашу мобилизацию. Как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Мобилизация стала инструментом переплавки россиян в одноразовые террористические юниты. Промывка мозгов направлена на отмирание, жалости и тотальное обессмысливание. Гимн текущего момента – никого не жалко. Никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Нет друзей и нет приятелей. Мы пошли, получается, занятия у нас по медицине, хороший инструктор, очень грамотно все довел. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. По России шагают военкомы, стучат в каждую дверь, караулят в подъездах, загребают возле станций метро и на вокзалах. Все ради одной цели – выполнить могилизационные планы для кремлевского «Молоха». Новый рейтинг глав российских регионов формируется в привязке к выполнению графика рекрутирования смертников и пушечного мяса. Шишки сыпятся на Москву, где люди боятся ходить по улицам от того, что местные власти показывают худшие планы по забору военнообязанных. Белокаменная стала антипримером, ведь там народ поумнее и четко осознает суть происходящего ужаса. Вот эти вот граждане в данный момент оформили мне только что повестку около входа в метро Первомайское. И дает ее мне в руки. Настораживает ситуация, когда с одной стороны официальные власти отрицают практику облав на военнообязанных, опровергают раздачу повесток направо и налево, но откуда тогда калеки и инвалиды на боевых слаживаниях? С другой стороны, военкомовские патрули прочесывают улицы для отлова своих жертв. Это какая-то самодеятельность? Перегибы или активности ЧВК? Неужели в России действует параллельное правительство, а Путин и компания – просто медиаперсонажи, живущие в параллельной реальности? Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Верховный начальник поведал о 222 тысячах призванных бойцунов для реплики разгромленной Второй армии мира. Отвратительное зрелище в любом случае. Другим словом, насильственно призванных и назвать сложно. Все от того, что премудростям военного дела и выживания их готовят уже не дни, а считанные часы. 11 дней с момента отправки. Нас просто за день. Мы отсюда уехали 11, из Москвы уехали 11 дней назад. Сколько раз ты стрелял? Один. Три рожка. Действительно, зачем заморачиваться с теми, кому на роду написано стать удобрением в украинских черноземах? А меж тем, современная война – дело исключительно профессионалов. Но расскажите об этом набранной Орде, которая столкнулась с повсеместными признаками разложения государственной машины России. Мобики десятками гибнут, не доехав до линии фронта. Кто-то от обострения болячек, кто-то просто замерзает в полях на пути в Украину. Нет нормального обмундирования, амуниции, продуктовых пайков, ночлежек. А по осени спать на бетонном полу в неотапливаемых помещениях – гарантия инвалидности. Сам слышишь, какой у меня голос. Голос капец какой осипший. Расскажите потом про налаженный процесс, а не беспредельный хаос. А ведь самое трудное – только впереди. Бестолковщина, которая я сказал, связана со старыми формами его учета. Путину, конечно, плевать на проблемы людишек. Вероятно, он задумал полное искоренение европейского и славянского начал в России. Вслед за могилизацией нацменов запущен процесс истребления русских мужчин. Учитывая возросший интерес вождя многонационалов к Азии, закономерно предположить, что готовится почва для наплыва мигрантов из перенаселенных частей континента, чтобы восполнить демографический провал. Лишить их ощущения безопасности и сытости – это задача даже более важная, чем, условно говоря, уничтожить такое-то количество танков. Такое переформонтирование вписывается в идею продления безвыборного правления Путина в условиях долгоиграющей СВО. Вечный Путин – вечная война. И Путин останется с нами, и Путин останется с нами, а мы с ним навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова